Добрый вечер и мы снова подводим итоги недели, говорим о нашем городском хозяйстве. На этой неделе было несколько достаточно знаковых событий, о которых безусловно надо рассказать. Первое, на чем бы я остановился, это мы наконец-то подходим к финишу создания нашей схемы теплоснабжения города Одессы. На этой неделе в Одессе были разработчики, с одним из них мы общались в кабинете городского головы. Достаточно продуктивный и интересный был разговор о результатах, о которых безусловно более подробно расскажет руководитель ТГО. Я бы хотел отметить, что сама схема теплоснабжения города это действительно знаковое событие. То есть последний раз она была разработана и утверждена в городе в 1985 году. С тех пор город стал намного больше, как и по территории, так и по численности населения. А мы до сих пор это руководствуемся и отталкиваемся от норм 1985 года. Сейчас же мы получим новую схему, что позволит нам действительно систематизировать работу этого безусловно важного и большого коммунального предприятия. Безусловно, это поможет нам серьезно экономить этот ресурс и сделать услугу, которую мы оказываем населению, более качественную. Будут понятны модели, по которым надо работать и схема перспективного развития. Без чего, безусловно, развиваться такая серьезная отрасль в городе миллионники не может. Много уделили мы этому сегодня времени, но это действительно очень важное событие. Также хотелось рассказать о том, что мы уже подготовили нашу новую программу нашего ЖКХ, жилищное коммунального хозяйства, на будущие несколько лет. Рассматривать мы ее будем на очередной сессии городского совета в сентябре. Но хотелось бы отдельно остановиться на очень важном моменте, который есть в этой программе. Это модель софинансирования. Безусловно, это можно назвать маленькой революцией в ЖКХ. То есть теперь сами жители дома могут, будут иметь возможность определять, какие работы надо выполнить в доме, в каком объеме необходимо выполнить эти работы и непосредственно участвовать, так скажем, в реализации этих работ. Мы сообщим более подробно, в пятницу мы это обсудили на рабочей группе с руководителями ОСМД. Есть полное понимание и это поддержка, и мы выносим на рассмотрение этот вопрос на сессию городского совета. Также важным событием прошедшей недели является ремонт дорожного покрытия на улице Екатерининской. Участки от Новощепного ряда до Пантелеймоновской. Чем же это такой важный вопрос? Мы все помним, что там было раньше. Стихийная торговля, фактически не было места для движения автомобилей. Постоянные заторы, часами можно было это стоять. Если говорить за общественный транспорт, то там огромные сбои были в нашем графике движения, так как действительно особенно в часы пиковой нагрузки там просто все стояло. Ну и было как неэстетично, так и небезопасно. Сейчас же улица будет полностью чистая, расчищена. Четыре полосы дорожного движения, две из которых в обе стороны будут выделены для общественного транспорта. Там не будет парковок, там не будет возможности запарковать автомобиль. Это помимо знаков, там еще будут установлены дилинеаторы. И также там это появится первые в Одессе островки безопасности, так как действительно очень много это пешеходов, большие потоки. И эти, скажем так, это потоки пешеходов, мы тоже это постараемся систематизировать, чтобы это было не хаотично, а в установленных местах с учетом дорожных знаков. Это разметки, это пешеходных, это переходов и островков безопасности, которых там будут несколько в начале на углу, на ощупь, но рядом на углу, это по Телемоновской, и между ними еще один участок. Будет достаточно удобно, комфортно как автомобилистам, как пешеходам, так и это пассажирам общественного транспорта. В дальнейшем также будут это расчищенные и пешеходные зоны на этой улице от мафов и хаотичной стихийной торговли. Сейчас тоже активно ведется эта работа, и в течение нескольких месяцев этот вопрос также решится, и мы это получим еще одну современную, хорошую улицу в нашем городе. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, увидимся через неделю и обсуждаем самые важные моменты. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok